Разбираем битву двух топ-теннисистов. Данил Медведев остался последним российским теннисистом на Уэмблдоне. И теперь его ждет встреча в одном с лишь четырех финала с первой ракеткой Мира Яником Синером. Медведев пока не в оптимальной форме в Лондоне, у него были проблемы с Мюллером и Штруфом, победил в четырех партиях. Было интересно, что Данил покажет с Димитровым, но болгарин получил травму и снялся в прошлом раунде. Для россиянина это второй четвертьфинал на Уэмблдоне. В прошлом году он уступил Алькарасу в трех сетах в полуфинале. Синер разыгрался по ходу турнира. Итальянец отдал по сету соперникам в первых двух кругах, а затем закрыл Кецмановича и Шилтона в трех партиях. Особенно показательным была встреча со Шилтоном. Синер контролировал ход матча, нейтрализовал подачу соперника и выиграл большинство коротких розыгрышей. Для Янника это третий четвертьфинал у Уэмблдона подряд. До этого он дважды уступал в решающих матчах Джаковичу. В 2024-м итальянец выиграл четыре титула и победил в 42 встречах из 45. У Медведева статистика скромнее – 0 титулов и 32 победы в 41 матче. По личным встречам россиянин ведет 6-5, однако пять последних встреч остались за Синером. В том числе финал Аустралиан ОПИН 2024, когда Данил ввел 2-0 по сетам и все же уступил. Медведев пробовал разную тактику с Янником, и привычную контратакующую, и новую, более агрессивную. Пока что не работает ни та, ни другая. Синер стал более универсальным и добавил физической подготовки. Он хорош на приеме, может выдержать обмен ударами на задней линии и варьировать подачи. Поставить на победу Синера с форой минус 5 по геймам можно в Бэтсити за 1,80. Для любителей коэффициентов повыше есть победа Синера с форой минус 2,5 по сетам за 2,51 в марафоне. Андрей Санталов Продолжение следует...